Музыка Музыка Именно отсюда, два часа назад, отправились в путь к универсальному спортзалу «Дружба» два автобуса. В одном игроки испанского мини-футбольного клуба «Эль Пота». Именно они на ваших экранах. В другом футболисты московского «Динамо» во главе с главным тренером Юрием Николаевичем Рудниом. Вы видите, у него было прекрасное настроение. Он предвосхищал эту встречу уже довольно давно. Он говорил о том, что жаждет наконец сыграть с чемпионом Испании, чтобы выяснить, кто же все-таки сильнее. Динамовские бразильцы, динамовские не бразильцы. Все они, разумеется, находятся в том же состоянии повышенного ажиата в ожидании этой встречи. Итак, на футбольном канале этого плюс прямая трансляция решающего матча полуфинального раунда Кубка УИПА по мини-футболу. Победитель, и только он выходит в финал. Подробность регламента чуть позже. Но пока я просто сообщаю вам, что все, кто в нашей телекомпании имеет отношение к мини-футболу, все здесь. Пользящий тренар, который и снимал при убытии команд на этот важнейший матч. И Ромаш Чиаурели, который готовится работать в эфире на нашей выносной позиции. Александр Кузьмак и Денис Косинов. Мы в честь здесь в универсальном спортзале, друзья. Здравствуйте. И сразу передаем слово Роману Чиаурели. Рядом здесь находятся наши друзья и великолепные футболисты, мастера. Тимур Олегберов и Аркадий Белый, слово Роману Чиаурели. Спасибо большое, Денис. Спасибо большое, Саша. Итак, действительно, Тимур Олегберов и Аркадий Белый. Два человека, которые выигрывали уже Кубок Европейских Чемпионов. Вкратце, ребят, перед началом этого матча. Динамо против Эльпоса Мурси. Эльпоса, как известно, команда виртуозная, владеющая мячом, знающая, как нужно играть в мини-футбол. Чем Динамо нужно обыгрывать. Вот с первых минут, что нужно делать Динамо для того, чтобы прибрать инициативу и желательно повести в счете в этом матче? Ну, мне кажется, что Динамоцы обладают тоже достаточными качествами для того, чтобы противостоять испанцам. Поэтому, мне кажется, что азартная игра Динамоцы, помноженная, наверное, на то, что пришло много болельщиков, будут за них переживать. Они могут дать результат. Здесь самое главное, наверное, не торопиться, а все-таки играть в свою игру. У Динамо есть очень хорошая игра, за счет которой они могли бы добиться положительного результата. Я бы добавил, что Динамоцам необходимо все-таки попробовать все-таки ломать испанскую игру, каким-то образом создавать им трудности в организации этой игры. Возможно, прессингом, возможно, будет активной достаточно игрой. Мне кажется, именно умение поставить испанцев в неудобное положение, в ощущении, что они могут проиграть. Вот именно это ощущение надо вселить в испанскую команду. И тогда, я думаю, при поддержке болельщиков, с учетом того, что матч проходит в Москве, я думаю, что у нас хорошие шансы. Хорошо. Как, на Ваш взгляд, с позиции испанцев, если смотреть на этот матч? Понятно, что Динамо будет пытаться разрушать как-то игру. Да? Вот больше, чем создавать некие моменты. Ну, по возможности. Вот Эль-Поса выгоднее сегодня начать в первом тайме играть первым номером или все-таки, наоборот, вторым как-то действовать на контратаках? Ну, я думаю, что, скорее всего, они все-таки будут играть первым номером. Вряд ли они будут играть прямо от обороны. Я думаю, что вся их игра, построенная в испанском чемпионате, и более им привычная в том, что они, мне кажется, все-таки начнут активно. Если же Динамо Цисуми хорошо выходить из своей зоны и создавать для них проблемы, тогда они уже, мне кажется, по ходу поменяют. Я думаю, что испанцы будут играть так, как они играют постоянно. Я, насколько знаю, они особо не подстраиваются в этом плане под соперник. И традиционный испанский стиль не предполагает достаточно закрытой обороны. Поэтому я так думаю, что, скорее всего, они будут играть так, как всегда. На победу у них много исполнителей. Я думаю, что они будут играть в атакующий футбол. Все уже за вот эти три дня, которые мы наблюдаем активно за Кубком Уэйфа, за полуфинальным раундом, уже успели зрители наши, ну и мы тем более выучить главных исполнителей в испанской команде, кто за кого Динамо должен отвечать. Вот понятно, что главная сила, то есть это Пауло Роберто, конечно, виртуозный футболист. Вот у Динамо кому лучше всего отвечать за этого футболиста? Или наоборот, или главное сконцентрироваться все-таки на позиционной обороне, не обращая внимания на личное какое-то взаимодействие футболиста друг с другом? Ну, как правило, все-таки таким сильным игрокам все-таки стараются уделять больше внимания по возможности. Если атака идет не быстро, то все-таки игрок, который больше склонен к обороне, он старается играть с самым сильным соперником. Но все-таки я думаю, что именно позиционной придется играть, если будут быстрые атаки. Я не думаю, что в данной ситуации будет оправдана какая-то персональная размена по игрокам. Мне кажется, в Динамо таких четких персональщиков, которые могли бы вот так работать однозначно только на это, нет. Я думаю, что скорее важно уделять внимание в плане подстраховки и такого командного отбора. Вот именно этот аспект, который у Динамо нормально, в общем, отработан, но, конечно, в данной ситуации к нему надо вот особенное внимание уделить. Я думаю, что именно это будет залогом нейтрализации вот этих опасных игроков Эль-Поса. Спасибо большое. Денис, Саша, вам слово. Мы получили краткое резюме того, что должно происходить в этом матче. Будем ждать, чтобы все это так и случилось. Спасибо. Спасибо, Роман. И так, на площадке универсального спортивного зала «Дружба», который сейчас вы видите на своих экранах, появляются игроки московского Динамо. Ну, наверное, чуть-чуть позже мы представим вам составы играющих команд. Сейчас же представим режиссера этой трансляции Евгения Гришина. А еще сообщим о том, что мини-футбола такого уровня в Москве не было 4 года. 4 года с того момента, как прошел чемпионат Европы. И, кстати говоря, совсем неподалеку. От универсального спортивного зала «Дружба» здесь же в Лужниках. Знаешь, я даже и не знал, что я так стал этого дня. И ведь не финал, да? Нерешающий матч. Но сильнейшая среди российских команд и истинно сильная, как мы надеемся, по европейским меркам команда «Динамо» играет с чемпионом Испании и лидером чемпионата Испании. Да, совершенно справедливо. Я вот поймал себя только что на мысли. Не то, что на мысли поймал, а просто я тебя не слышу, короче говоря, потому что такой шум стоит в зале. И это впервые на этих трансляциях. Итак, давайте посмотрим на составы команд. Благо, состав «Динамо» сейчас у нас на экране. Павел Степанов, первый номер, третий Станислав Ларионов, четвертый Александр Рахимов, пятый Павел Камзарь, восьмой Алексей Кудлай, девятый Сергей Иванов, десятый Константин Маенский, одиннадцатый Серила, двенадцатый Пележуниор, тринадцатый Жуан, четырнадцатый второй голкибер Олег Юрченко и пятнадцатый Сергей Малышев, тренер, главный тренер команды Юрий Николаевич Руднев. Эту встречу судят арбитры Педро Парати из Португалии. Он номинально главный, номинально второй. Эдди Санич из Хорватии. В числе прочего будет интересно узнать, как будут работать эти профессионалы в стиле чемпионата Европы, последнего, на котором позволялась большая борьба. Это было, и это выглядело неким отступлением от мини-футбольных канонов. Или они все-таки будут сидеть в духе классической игры в мини-футбол? Ты знаешь, очень актуальный вопрос еще и потому, что этот самый вопрос я задал делегату УЕФА непосредственно, может быть, за полчаса до этой игры. И он, собственно, подтвердил наши с тобой слова. Единственное, что относительно того, что стиль судейства в современном мини-футболе стал более жестким, если иметь в виду большее количество жестких стыков и, скажем так, жестких приемов, которые раньше были запрещены. И другое дело, что мне было заверено, что судьи не выпустят игру из-под контроля, и что, тем не менее, вот эта легкая свобода, которая была дана, она все-таки не перерастет в, в общем, беспредел, скажем так. А Динамо с этим временем начинает эту встречу своей непривычной, наверное, для этого турнира стартовой четверкой Сергей Иванов, Алексей Кудлай, Пележуниор, это да, но Малышев не выходил в стартовом составе. А, по-моему, не выходил в стартовом составе Пележуниор, Рахимов вместо него играл. Вот так, да, 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 в любом случае, в любом случае, это немножко не то, что мы видели, и это, наверное, в духе вот чего. Я разговаривал с Юрием Рудневым перед началом матча, и я спросил, мы попытаемся переиграть испанцев или, что называется, в лучших традициях отечественного мини-футбола задушить, раскрошить, разломать, задавить и так далее. Юрий Николаевич, как всегда, был достаточно тон в своем ответе, но он собирается переигрывать соперника. Возможно, то, что мы видим, это из этой серии, я имею в виду состав Динамовцев. В воротах, разумеется, капитан Павел Степанов у испанцев, ведомых главным тренером Дудой, он бразилец. В воротах стоит основной голкипер Панклоп в поле Винни, 9-й Ленизио, 5-й, 8-й Фран и Кикель, 13-й номер. Юрий Руднев, ваш вниматель. Самые сложные первые минуты матча, самые сложные, потому что, безусловно, на Динамо сейчас давление эмоциональное у него значительно выше. Динамо в этом смысле клуб менее опытный, скажем так, и хотя в его составе есть футболисты, поигравшие на высоком уровне, если в его составе нет футболистов с такими регалиями, какие есть, ну, пожалуй, только для исключения Сергея Иванова, и то весьма формально, какие есть в составе испанского клуба. Поэтому динамоцам вот это первое волнение необходимо как можно быстрее преодолеть, не наделать ошибок вначале и, соответственно, уже дальше установить контроль над игрой. Это совсем непросто. Ошибается. Кто Ленис, по-моему, ошибается. Нет, это Вини Шорс. Да, ошибся. Ну, или Вини, как его сами избанцы называют. Знаешь, есть еще вот одно такое превходящее обстоятельство, пока не началась активная схватка, о нем надо сказать. Другой финалист уже известен. И это не избавский клуб. Матридский бумеранг проиграл гиргийскому жанреру. Удар! И вот, рамкнет, вот, пожалуй, уже началась активная схватка. Иванов, допечатлено, доходят его, явно подталкивая. Они ночью поговорили. Жанна Тихонову было много, и к ним нужно привыкнуть, и Иванов к ним должен давно уже был привыкнуть. Ставил корпус, но он чуть, не чуть, а сильно легче соперника, поэтому в этой ситуации, конечно, судья Палома-то не посчитал. А вот это нарушение правил рукой толкал Ленизио своего соотечественника пилля-жуниора. И это, извини, пожалуйста, и это опять же в духе того, о чем я собирался сказать. Бумеранг проиграл Шарлеруа. Если сегодня Альпоса проиграет Динамо, в финале Кубка Уэфа не будет испанского клуба. В комитете футзала Уэфа культ Испании. Хамьер Лосана, там Господь, Бог и Царь, и Глава воинский начальник. Я к тому, что существуют опасения, будто бы, будто испанцев могут попытаться начать чуть-чуть подтаскивать к победе в этой игре. Надо играть, в общем, формула-то простая, да, то есть, правда или нет, сейчас сказать, конечно, трудно. И не хотелось бы... Кудлайс, вы чего? ...настрять внимание. Неточный пас. Так, Кудлай не решился бить сам, делал передачу на Малышева. И, наконец, ничем... Ух ты! Ленизио оставил Кудлай. Допустите, Ленизио было тяжело, слава богу, вот из этой позиции. Ленизио, Кобета, почти... Ну, Пауло Роберто, разумеется. И Венизио с четыре натурализованных или ненатурализованных бразильца. Иванов! Какой-то один-один удар! Иван, это брата! Спасая с вратарь испанскую команду, начался российско-испанский мини-футбол. Какие-то люди. Ну, давайте, ладно, забудем о всем том, что не имеет прямого отношения к игре. Малышев около угловой отметки. На Иванову будет передача. Иванов слева бьет, попадает в испанцы еще раз угловой. Последнее, что хотел сказать, Шоэль. 12-й номер. Евроспортный Португаль, это Дель Гейр. Вот это все легионеры на основе испанского клуба. Еще одна передача на Иванова. Иванов бьет, опять попадает на этот раз в кейке. И мяч уходит за боковую линию. Пережонер. Малышев. Да, теперь либо назад вратарю. Да, ну тут худлай подстраховывает. Иванов. Плотная испанская оборона. Очень подвижная. Аккуратно надо меняться сейчас игрокам Динамо. Да, и Пелек на лежоне абсолютно правильно сделал, выпустил мяч за боковую умышленно, чтобы дать смениться. Появляется кудла, вместо кудла Александр Рахимов. Да, и об этом Ротнев тоже говорил. Замена будут до Чечены. И никаких вот этих готовых четверок. Все по ситуации. Это будет игра. И тренеров тоже. Переходчик 5. Самый девайс и бьет сам. И Иванов, и Рахимов вроде бы открывались, но испанцы так грамотно их перекрыли, что пришлось Жуниор рубить самому. Кстати, так не кстати, атака продолжается Динамовская. Пележуниор, Малышев. Пележуниор. Да, надо отыгрывать назад. Рахимов аккуратно. Малышев вернулся. Бразилец. Снова Рахимов. Вытаскивают нас испанцы и заставляют ошибиться. Ну съели его там, слава богу. А ведь ничья на руку испанцам. У них лучшая разница. Пока не поздно, скажем так. Удар кики слишком неточен, чтобы его опасаться. Очков поровну у команд, но разница лучше у испанцев. И хотя играть на ничью в мини-футболе невозможно. Это слишком быстро текучая игра. И тем не менее, ничья устроит испанцы. Появился Серила, появился Майерский. Нет Жоана, но нет и Павло Роберто. Как-то, наверное, можно связывать эти два обстоятельства. Не знаю, Жоан, видимо, сейчас появится. Он все-таки на площадке. Во всяком случае, он готов это сделать. Это некий козырь. Посмотрим, как этот козырь будет использовать. Переродьев, Ракимов, переклад. Ну, три на три сейчас идут динамовцы. Да, надо уже принимать решение, Ракимов его принимает. Ну, пусть не лучше. Не знаю, на мой вкус верно, потому что острого продолжения иного. Хоть сколько-нибудь опасного для испанцев не намечалось. Майерский вперед. Беля-жуниор аккуратно, хладнокровно сзади аккуратно его атакуют. Передача Серила, Майерский. Надо бить. Не дают бить. Это испанцы. Ракимов, разыгрывается угловой, будет разыгрывать его Жоаном. Жоан появился и бьет с левой. Ленисио, Кике. Ленисио с Винни. Давайте уж решим. Пока не изменен состав испанской четверки и неизменно точность игры. Ну, сейчас, конечно, сложно было Франу. Хочешь, маломальски толковая, что-нибудь предпринять. Тяжелая была для него передача. Вот сейчас прижали там Ракимова. И Жоан помогает, но этот мяч для испанцев. Конечно, правда, испанцы, по-моему, сейчас его и вернут. Нет. Кому-то в руку, по-моему, нет. Глянись, удар. И угловой. Вот это они сделали классно. Тут при любом ударе замирает сердце, конечно. Ни та, ни другая команда не играют через вот этого самого пресловутого столба. В силу чего комбинации по определению более интересны. Но учитывая исполнительский средний уровень, тем более, снова угловой удар. Франа идет к мячу. Игрок национальной сборной Испании так, как Иките. Чемпион страны, разумеется, здесь много сборников. А вот один из легионеров ревотнулся. Легионеров, по всякому случаю, не играющих в испанской команде людей. Майерский. Рахимов. Прейсинг со стороны команды Испании. Ну, испанской команды, да. И прейсингом отбирают испанцы мяч. Ты не находишь, что обе команды играют в одинаковой манере вот эти первые минуты? Вот один к одному. Обе стараются не дать сопернику толком выйти из зоны. Обе стараются атаковать широко, насколько это позволяет параметры площадки. Похоже, пока. Слишком великаться на ошибки, безусловно, сейчас и тему другим. Гол придаст огромное моральное преимущество. Поэтому, естественно, что пропускать не хочет ни та, ни другая команда. Ленизио обыграл Маевского, идет вперед. Пасует на кике, тот тонко ударил. Но он не купился, наверное, Степанова. Да, и недостаточно сильно для того, чтобы забивать с такой позиции. Пытался в дальний угол, да, вманул Степанова. А тот остался на месте. Молодец. Лучший вратарь страны, на мой взгляд, Павел Степанов. Малик был на ваших экранах, вице-президент московского Динамо. Жоан с мячом. Жоану надо помочь, надо открыться под его передачу. Серила и бьет. Правильно, в общем, делает Серила в том смысле, что надо как-то стряхнуть вот это оцепенение. Конечно, по эпизоду можно было и подержать мяч. А так его вернули обратно испанской команде. Ленизио, Винни, Накике. Ну, в конце концов, почему бы не бить врага его же оружием, да? Испанцы бьют всегда, часто, из любых положений. Бить, бить, бить. Когда-нибудь что-нибудь заветит. Да, это приобретает. Почему не перенимать у них, да? Тем более, что из всех российских команд Динамо, наверное, самая испанская. Ну, самая европейская, может быть, я так сказал. Он может быть. Да, широко. Жоан с мячом. Немножечко не хватает сейчас Динамо сам движения, но, с другой стороны, очень хорошо защищается испанская команда. Фран. Да, так он абсолютно незаметно выскочил из спины Маевского. Кике. Ленизио. Испанцы забить не даймпен. Они выжигают. Ну, вот. Это ты уже объяснил минуты назад. Кике, Ленизио. Болельщики громче. Испанцы, тем не менее, плотнокровные. Кике пробегнул все-таки. Ленизио на хорошую позицию для удара. Для него хороший, подчеркну. У этого игрока удар великолепный. И ему нельзя трогать бить ни в коем случае ниоткуда. Жоан находится на сумасшедшем совершенно кураже. Вот как-то сейчас ударил мячом от пол, дабы призвать Степанова меньше разговаривать по походу и быстрее вводить мяч в игру. Сейчас Константин Маевский будет это делать из-за боковой линии. Возвращает мяч Жоану. Жоан призывает идти вперед своих партнеров. Мол, оставьте меня один на один. Это его как-то. Что он это делает, собственно говоря, посмотрим. Против него Франк. И Франк он не обыграл. Помочь на это Жоану, Сирилу. И Маевский удар мимо. Помешали Маевский дариону друг другу. Ураж. Мандраж, сказал. Может, ты кто-то из? Ян Тураж. Да, ян Тураж. Сейчас произойдет, видимо, смена. Но, во всяком случае, она готовится у динамовцев. И уже она произосла у испанцев отчасти. Появились на площадке Кобета. Десятый номер. Ну и четвертый Альбар. Пока придерживает своего лидера. Во всяком случае, на этом турнире лидера Пауло Роберто. Тренер Мурси Дуда. Линизия с мячом. Но как же вот выпускают все-таки даже на такие позиции испанцев динамовцы. Испанцы очень аккуратно и качественно работают с мячом, конечно. За счет этого мяч как-то вот буквально прилипает к ногам. И это именно поэтому тяжело. Открываются здорово. И все передачи точные. Кудлай! Кудлай! Все правильно делал Кудлай. Слева, видимо, не с очень бьющей ноги. Какой пас от Должана. Да, блестящий пас. Вот Жуан сменился. Вместо него вышел Иванов. И это сразу меняет рисунок игры. Потому что теперь Пележуниор, по идее, должен будет играть на Иванова. А не Жуан на всех остальных, включая Пележуниора. Очень опасно. Да, Альваров там стоял перед воротами довольно долго. Перед воротами Степанова. Один. Илежуниор с мячом. Малышев. Малышеву удалили по ногам. Нет, нет, нет. Мяч будут вводить в игру российские футболисты. Жуан там о чем-то через переводчика общается с Константином Маецким. Видимо, объясняет, что он будет иметь в виду в дальнейшем таких ситуациях. Кудлайм, Малышев. Последним оказывается Иванов. Малышев тут же бежит подстраховывать. И еще раз аут. Каждому свое. Сергей Мацев. Но он, да, не был готов к тому, чтобы этот мяч принимать, наверное. Его стерегут, его должны знать испанцы. Посмотри, только что испанцы прижимали динамовцев к эква. А там. Однако. Какой молодец Лениси. Увидев, что Степанов вышел вперед, а тот вышел вперед не от хорошей жизни. Потому что на левом фланге уже готов был рвануть и быть один на один другой игрок Мурси. Это серьезный провал в обороне. Тем более опасный, что на площадке у испанцев появился Пауло Роберто. Седьмой номер. Малышев. Беляжуниор сняли его на мяч. И более того, еще удар от ворот. Да, да, да. Все абсолютно честно. Знаешь, я боюсь, когда Иванов остается один за последнего защитника у нас. Все-таки это не его амплуа. Он не очень хорош в обороне относительно своих же коллег. Беляжуниор здорово сыграли с Ивановым. Иванов! Пауло Роберто появился. Как мне сказал Аркадий Белый, Пауло Роберто всегда выходит на восьмой минуте. Ну так оно и есть. В общем, да, он уже некоторое время на площадке находится. Болтайминс. Игра на 0-0. Моментов много у тех и у других. Очень нервная игра идет. Причем то, что мы называем моментами сейчас, может быть, и не стали бы называть в другой игре. Но здесь действительно мастера. Один из них на экранах ваших. Пауло Роберто ему ударить не дал другой мастер. Сергей Малышев. Эти три минуты опаснее проводят испанцы, конечно. И тут же появился Рахимов. Блестящий защитник. И хороший пас. Пас был роскошный. Да, чуть-чуть не успел на эту передачу Пележуниор. Жоан тут же появляется. Варьирует постоянно состав. Два тренера, конечно, друг другу пытаются переиграть. И тактические, и Кантерова по ходу этого матча. Это стиль Паши, Степанин. Ну, вот так вот выйти, головой перекладить. Чем-нибудь бесстрашен совершенно. Нога на него летит, мяч. Уже голова. Выходит вперед. Глаз-де-глаз за Пауло Роберто. Рядом с ним Пележуниор. Знаешь, у меня ощущение, что Пележуниор играет именно с ним. Персонально. Сейчас мы посмотрим. Немудряно. Ну, оба держали друг друга за майку. Да, я согласен, что Эпележуниор придерживался Пауло Роберто. А вот сейчас Пауло Роберто остался вместе с ним рядом с Жоан. Это опасно. Жоан отдавал передачу в расчете на то, что Сергей так и будет бежать. Тогда бы он не видел мяча, Иванов. Он оглянулся. Переклад! Куда? Гол! Есть. Есть готовы. Оооо! Поймали на несогласованность. Испанцев по обороне Иванов поймал и все-таки реализовал свой момент. Но в конце концов, если динамовцы ошибались по обороне, то что испанцы не люди в конце концов? Итак, это произошло на 11-й минуте встречи. У испанцев в поле появился еще один игрок, который пока не выходил. Именно его вы сейчас и видите. Джейль. Португальти. Да, это как раз Джейль Кейруш. И очень опасный штрафной сейчас. Кики, по-моему, будет бить. Ирдальвар, четвертый номер. Но у него тоже ударчик не хуже, чем у Кики. Куда Кирилла пошел? Ну, вот испанцы, вот это их штрафные. Они простенькие, но с таким вкусом горнем для соперника. Нервничают все. Нервничает Степаном, безусловно. Кирилла неудачно обрабатывает мяч, но не менее добивается того, что он остается у динамовцев. Поборолся он за мяч. Многое будет зависеть сейчас от того, как будут выигрывать единоборства игроки Динамо. Сейчас все три бразильца на площадке вместе с ними Ракимов. Жоан. Жоан был нацелен на этот удар сейчас. Нельзя болеть Паула Роберто. Блокирует его удар Пеляжунир. Можно. Ах, Сирилла плохо обработал мяч. Принимал пока решение Пеляжунир. Прекрасный паспи Джоана. Это же поздно, наверное. Это же, наверное, поздно бить. Не потерять. В общем, Пеляжунир сколько мог времени потянул. Ну, мяч потерял таки. Итак, Паула Роберто на Кобету. На другом фланге Жоэль. И вперед постоянно прокрадывается Альваро. Уже вот раз третий или четвертый я замечаю, как его не замечают динамовцы. Да, очень опасно. Вот это вот, когда испанцы контролируют мяч, и кто-то у них убегает вперед. Вот так, тихо-тихо. Рахимов, ну, это из большого футбола. Здесь такое не пройдет. Просто площадке не хватит. Рахимов, выходит Константин Маевский. Более конструктивный игрок. Но такой супер атакующий состав сейчас у Динамо. Опробованный прошлыми сезонами. Только тогда был Мерсинью, а не Серила. Но, в общем-то, они стоят друг друга мощны и риски, я бы сказал. Правда, флотобеля жюнера уже нет в этом сочетании. Появился Станислав Ларионов. Ну, вот правильно, ты же сам сказал. Супер атакующее сочетание. Бац, защитник. Да, аккуратненько здесь так нельзя, да. Паул Роберт идет на трех защитников. Один в один играет против. Опасно. Брарский планов успел переместиться. Это Тударко, это он парировал. На самом деле, Динамо ведь ко всему прочему еще и насыщен и испанским опытом. Боярский чуть-чуть не обограл. Который в том числе и в том, что Павел Степанов играет без перчаток. Ну, паузь об этом. Динамо... По пользу было, да. Жоан. Маевский. Серила предлагает отдать ему мяч, получает его, но под удар отдать некому. Ларионов, вот это неприятная ситуация. Жоану надо будет отойти назад. Ларионов снова прикрывает мяч корпусом. Вот так вот у Ларионов не отнять мяч даже такому крупному игроку, как Жоэль. Серила, вот сейчас был шанс. Ларионов не решился идти вперед. Не с теми инструкциями он вышел на площадку. Да, 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 согласен. Его задача страховать. Хотя он умеет атаковать. У него хороший дриблинг. Просто он не часто все это использует. Жоан увидел Маевского, но увидел Маевского не только он, но и Альвара. Кроме того, здоров Альвара. Дотянулся. Ну, вот сам Жоан недобрый. Вытянул шею, да. Итак, Пауло Роберто как красиво сыграл, но сыграл при этом и провокационно. Серила, не поднимает мяч. Одна стандартная флона. Да, он застудивает. Серила выскочила за спины. Да, сыграл жестко, но сыграл в мяч и не задевал ногу испанца при этом. Более того, это нельзя назвать опасной игрой. В какой-то степени. Испанец, по-моему, больше испугался, честно говоря, от того мощного Серила, выскочившего из-за спины. А вот и последствия рывка этого мощного Серила. Пауло Роберто. То по-прежнему барражирует вот не у самых ворот. Но когда он к ним придет, ребята, это будет, конечно, совсем печально. Вот он сейчас был один на дальней штанге. Жоанна меняет кудлай. А сейчас... Он встал, Жоанна. Да, и защитный вариант теперь. Опасно! Молодцы, ребята. Молодец, Майевский подстраковал. И Майевский, Иларионов, они уже были вот под этим ударом. Нет, ну это... Это несерьезно. Вот и Дуда возвращает на площадку Нике с Гринни. Собирается, на всяком случае, это сделать. Молодец, Серила отработал в обороне. Майевский. На него сразу же выдергивается Альвара. Ларионов, Серила толкали в спину. Совершенно очевидно. Но судья показывает, что можно играть дальше. А ты еще сомневался, что будут тащить испанцев. Второй раз подряд. Ну, Серила не поможет. В таком случае, Серила Ларионов бьет выше ворот. Хорошо вывел Серила Ларионову на удар. Полность... Ну, не полная, но совсем смена. Опять стратегия идет у Ротнева. Появились Иванов и Малышев. Кудлай-Майевский. Это называется контр-атакующее сочетание. Да, потому что испанцы пошли вперед. И вот Майевский отбирает мяч. Осторожно сзади его атакуют. Малышев. И бьет. Хороший удар. А на добивание не успел Кудлай, потому что Ленизио нападающий из нападающих все подстраховал. Решай сам. Сам решай. Здорово. Молодец, Иванов. И молодец, Жуэль. Не стал рисковать Иванов. Просто отыграл этот угловой на Малышева. И атака начинается еще раз. Кудлай опасно тоже кик его претендует. Малышев один в один. Конечно, страшновато всякий раз, когда остается кто-то из динамовцев против испанцев. Просто потому что контратака вероятна. Да и наоборот она вероятна. Что и доказал Сергей Иванов. Что Малышев на Степанова. Выносить. Маевский. Да, надо выносить мяч из своей половины поля. Что Маевский делает. И точно. Тюймай. А вот Пауло Роберто потому и не рванул за Кудлай. Он уже видел, что вот он не дотягивается. Какие мастера сегодня играют? В мелочах мастерство. В каждой. Но и ошибаются. Не ошибаются, как известно, только доктор ничего не делает. А они как раз наоборот. Кики. Пасовать ему некому. Да. Пришлось вратару. Молодцы. Динамо. Пауло Роберто вынужден вернуться на свою половину. Вот только сейчас испанцы вошли, как я не могу говоря, в зону Динамо. Кики. Да, только не садится сейчас в глухую оборону. Ошибка. Да. Ошибка, потому что и испанцы, они немножко сейчас играют на верного, что называется. Боятся рисковать, потому что один раз уже получили. Но ты же сам говорил к оральным преимуществам. Да, безусловно. Когда забивший первый. Степанов. Иванов. Пилижуниор. Иванов. Вот сейчас опасно. Против Иванова Ленизио. Иванова, вернее, Венишусь, но тоже опасно. Иванов не рискует. Малышева толкает. Ну, это явный затолкет. И судья опять молчит. Ну, что ж, Динамо еще не приходилось попадать в такую ситуацию. Увы, она типична. Но игрокам приходилось. На это я и надеюсь, что вот Юрий Рунику успокаивает твою команду. И об этом мы с ним поговорили. Я спросил его судейство. Он сказал, что игрокам объяснил смотреть на трактовку судей. Вот, смотрите, потому что она может меняться. Почти весь тайм арбитры отработали, что называют, ну, объективно, да? И вдруг началось. Может быть, это цепь случайностей, которую наблюдает вместе с нами и спортивный директор Динамо Галина Рускова. А может быть, и нет. Это тоже надо быть готовым. Это элемент большого футбола. Большого, не в смысле зеленого поля, и формата 11 на 11, а больших стамп. Оба тренера очень активно работают сейчас на... Около своей скамейки. Беля-жуниор очень внимательно слушает. Там рядом переводчик, причем, который практически синхронно, да не практически, а синхронно работает. А более того, сейчас... В этом смысле просто пропадает значение. Времени просто не хватит, да? А сейчас Руднев что-то объясняет Жуану, а на площадке стартовое сочетание динамовцев, Иваном Руникул, Шепрохимов и Беля-жуниор. А вот это уже, знаешь, как? Кстати, я ошибаюсь. А вот Кудуай, да, извини. По-моему, сейчас уже не стоит вспоминать стартовое, не стартовое. Просто таким сочетанием они начинали. А дальше идет вот этот калейдоскоп. В свою очередь, Дудо выпускает на площадку мощный состав. Франк, Кикки, Ленизио и Винишиус. Здоровяки как один. Молодец, отработал Рахимов в очень сложной ситуации. И вот, Франк не прошел, Франк. Кикки. То есть концовку там, Дудо решил додавить Динамо, попытаться. Вот что называется мощью прибить. Посмотрим, против этого можно выставить скоростные качества. По мнению опять Руднева, командная скорость у Динамо выше, чем у испанского клуба. Испанцы простили сейчас, нас просто простили. Грубая ошибка, конечно. И, наверное, пас был лишним. Кикки, он был один, и в убойной позиции стал отдавать. А вот сейчас Рахимов исправится. Не торопится пиле жуниор. Иванов, нет, не смог обыграть, корпус поставить. А вот этот не фон, этот вот не фон. Да, и молодцы Динамо все, не реагируют. Пока сдерживают. Это, это брали. Уходит мяч. Появляется Жоан. Сообщаю вам счет по фолам. Нет, ты знаешь. Динамо. Хорошо, да. Да, смотри, да. Иванов сыграл на публику в этом эпизоде. А сейчас уже испанцы разыгрывают небольшой спектакль. Причем судья, самый от непопытных судья на спектакль, по-моему, купился. Особенно если он не хотел. У Юлисов должны были подить по груди нам, если я ничего не пропустил. Ну, неважно, Кике, Фран. Снова Кике. Он постоянно последний. Он как раз подстраковывает партнеров в Вене. Вперед, Ленизер на своем любимом фланге. Слева он атакует всегда опасный. Обыгран Иванова. И тот очевидно нарушил правила. Здесь еще никаких сомнений. Истряна, Сережа, разводит руками. Пока вы видите крупный план. Сейчас внимательно нужно не дать испанцам разыграть сразу. Да, ножку выставил в Вену изящно. Ну что, штрафной стандарт. Фран готовится бить. Вот он справа на экране. Сейчас Кике будет набегать на дальний штаб. Не будет? Не стал. На столбах сыграли их расчет. Через этого столба ленизера раскатали качи испанцы. По счастью, Кике мне не попал. Белле, Шуньор. Вышел гальчик. Пять потерянного теперь преимуществу испанцам. Пора менять Капот там. А кого? Надо что-то делать, да. Сразу хочется поменять. Я согласен с тобой, да. Лешуньор, не надо нарушать. Три пола. Ленизер против него. Рахимов снова Ленизер. Кипет. О, забивай. Ай-яй-яй, скоро он это делал в нашем чемпионате, а. Он и обладил вратарей, и перебрал, а сейчас не смог. Жаль. Жаль. Побед был роскошный. Ну что ж, они обменялись. Да, моментов было много у тех и у других. Ну вот такие стопроцентные, стопроцентные. Наверное, по одному не стал бить кики и, в существенно, не смог ударить Жоан. Иванов потерял мяч, играл на Маевского, но слишком поздно уже просчитали эту передачу. Один в один против Ленизио. Жоан. Жоан не дал пройти. Причем вот сейчас, когда испанцы именно вот тайм, о чем мы и говорили, в концовке тайм этот гол КС был бы очень кстати. Ну, хорошо, пусть вот так, пусть бьют. Да. С разворота, с угла, не удар на ногу, потому что вот Бинилу более правша, а он попытался перебросить и просто не смог. Ну, вратарь сыграл до конца спокойно, очень опасно. И опять не туда передача, слава богу, идет. А что значит не туда? Это значит, что тинамовцы оказываются в нужном месте, в нужное время. Фран, удар! Ура, по секунду! Как он достал этот мяч? Минута 10 до конца тайма. Испанцы мельчат немножко при завершении атак, и это на нас работает, но это вот уже завершающий момент с ударом. До этого опять-таки было два адресата у Ленизио, но он отдал не в ту сторону. В ту сторону, где стал динамовский защитник. Потеря. Снова смечем на испанцы. А вот здесь, конечно, очень грамотно Ленизио подставился вот куда. И Маевский получает желтую карточку. Без тюни сомнения извлек, аж оба арбитра извлекли ее из своих норманов. Но все справедливо. Она заслужена. Более того, я считаю, что и Маевский правильно палил, потому что он уходил тогда на такую позицию, из которой... Ровно за минуту до конца тайма слева, штрафной, у ворот Динамо. Видите категорию арбитра? Справа Кики один стоит. Справа Кики один стоит. Ну, слева, конечно. Пока выбежал мальчик со шваброй. Не верю я в этот разбег. Вы сейчас видите... Вот сейчас видите длину его. Винни готовится вроде бы нанести удар. Может, ударить ударчик на него, конечно. Нет, правильно, не стал. Ну, это же Испану. Так примитивно, не в их стиле. Хорошо, что Динамовцы об этом знают. Кики. Ленизио. Познавение. Степанов чудеса творит. Молодец. Глупость сейчас получилась. Двойной рекорджет. В принципе, не должен был доходить до Ленизио мяч, да? Сейчас динамовцы просто стелились в свою штрафную. А здесь запутали. Глорио, 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 Глорио. Молодец, Стас. Молодец. Ой-ой-ой. Да, молодец, конечно. Сейчас опять Степанов все рассчитал правильно, но выглядел со стороны немножечко резко. Посмотри, Дуду успокаивает своих игроков. Те тоже уже на взводе. Это еще первый тайм не кончится. И это хорошо для Динамо. Не воплоть. То, что Испанцы на взводе. Кики у мяча на Ленизио еще был единственный, был свободен. На Винни, простите. Вот теперь Ленизио удар. А, не надевал. Не достояли 34 секунд. Ну, это Ленизио. Это, наверное, один из лучших игроков в Бразилии. Даром, что отказался играть за сборную. 1-1. Давайте посмотрим, есть ли будет возможность заворот сейчас на этот эпизод. Динамо. Ну, там это дупрекатик. Я боюсь, что Степану порода немножко потерял. В ближний угол влетел мяч. Видишь, и влетел между ним и штангой. Ну, что же, динамо все надо начинать сначала. Счет 1-1 их не устраивает. В общем, счет 1-1 по игре, но он динамо не устраивает. Вот, давайте еще раз посмотрим. Да, да, это уж... Да простит меня великолепный голкипер Павел Степанов, но на мой взгляд, это его ошибка. В ближний угол пропустил он этот мяч. Но Серила, а это реводовая передача неудобная очень пришла. 9 секунд до конца первого тайма. 1-1. Теперь 1 секунда. Ну да, до первого тайма все. Далее у нас обзор опаснейших моментов первой половины встречи. Ну а потом, конечно же, наши эксперты. Руководимый Ромазом Чаурелли. Видом, конечно. Как-то я постеснен за слово ведом. Ну вот что это было? Логическое завершение ревной игры, по-другому взгляду? Да, значит, да. Хотя вот в эпизоде с голым, конечно, но... Ошибка на ошибку получилась. Вот давайте посмотрим еще раз. Это опасные моменты. Это удар, который парировал Павел Степанов. Вот Серила делает передачу на Иванова. Иванов убегает, бьет, не попадает. Но Хуан Кихо этот удар отразил. Нет, ударов много было. И ударов классно. И вратари играли хорошо. И публика, в числе которой Петер Ашмалов, Малик аплодировала своим игрокам. Эх, Ленизи пристрелялся все-таки в конце тайма. А вот Малышев, увы, нет. И вот гол Сергея Иванова после ошибки защитников обрезал там, по-моему, КБТ на своих партнеров. И испанцы стали проигрывать. Ну, после этого количество опасных моментов, опять же, было приблизительно равным. Испанцы играли первым номером. Испанцы контратаковали на моментов создавали не меньше. И ведь объяснил все-таки. И ведь все-таки подобрал правильное сочетание. В очередной удар Малышева вы видите. А вот этот момент, конечно, был актом милосердия со стороны Кики, который зачем-то пасовала, а не наносил удар по воротам Степанова почти незащищенным. Да, когда такая мощь, как Ленизи, против Иванова приходится фалить. А вот здесь Жоанн обидно ошибся. С решением. Да, с решением, безусловно. Здесь не ошибся с выбором решения Степанова. В этом эпизоде Ленизи у Космоса в центре эпизода. И вот он за ним. Итак, второй тайм. Мы еще вспомним историю славных динамических побед. Надеюсь, надеюсь на то, что и еще одно мы нынче увидим. Никак не может начаться второй тайм. Итак, он начинается при счете 1-1, который устраивает Л-Кос и не устраивает Динамо. У испанского клуба лучшая разница, в силу чего мы и наблюдаем то обстоятельство, наблюдаем ту картину, что нам необходимо исключительно выиграть. На площадке у нашего клуба Малышев, Кудлай, Иванов, Бележуниор. У испанцев этот тайм начали Ике, Винни, Ленизио. И 10-й номер команды Кобета. Иванов снимает мяч с ноги у Ленизио. Вот он Ленизио. Две игры, в общем, по большому счету дурака валяло. Сейчас является лидером. Но от него можно было этого ожидать. Малышев, Малышев. Налево надо отдать. Гол! Ну так, это неплохо. Ай, Сережа, молодец. Пристреливался весь первый тайм. Как и Ленизио, только тот попал за 34 секунды до окончания первого тайма. А Сергей спустя 25 после начала второго. Ой, молодец, Сережа, Ленизио бьет. Нет, не важно, он не попал. Более того, вратарь-то тоже, видите, смещался, рассчитывая на эту передачу. Удар, рикошек, какой опасный от Кудлая. Так что и вратарь клюнул на мои слова, на счет налево. И стал смещаться направо. И по напорную попал ему. Если он клюет на твои слова. Вот теперь испанцы будут бить еще больше. Ну что же, характер игры теперь очевиден. Теперь испанцы опять-таки переходят к позиционному давлению. Динамо рассчитывает на контратаке. Очень хорошо, что так быстро забили. Очень хорошо. Еще когда нервозность не превысила все немыслимые пределы. Бележонер с мячом. Опасно очень. Кудлайк правильно абсолютно делает. Надо разряжать обстановку. Из-под прессинга по-другому тут было не выйти. О, какой пас на Акабету удался Винни. Кто Акабета неловко его принял. Вот Аркадий говорил в перерыве, да, об огромном количестве собственного брака игроков испанского клуба. А ведь это... Среди них есть и двукрадные чемпионы мира, и Европы. Ну, что поделать в этом... В этом столкновении судья не увидел нарушения правил ни с чьей стороны. Испанцы будут их брить ошибаться. Надо пользоваться этими ошибками. Ошибаться я думаю будут все. А у нас кто лучше, уже яхлопки использует. Кудлай. Малышев. Снова Кудлай. Открывается Иванов. Получает мяч. Малышев. Малышев. Идет вперед. Опасный идет вперед. Мог ошибиться в этом эпизоде. Друг друга локтями толкали. Раховал его там Пелли-Жуниор. Кудлай. Не обыграл, но и мяча не по сути не потерял. Он остается во владении Динамо. Кудлай будет вводить новую игру. Пелли-Жуниор. Кудлай. Плохо тяжелая передача. Какая хорошо, что Малышев ее обработал. Иванов последний. Никто не страхует. Заброс на Пелли-Жуниора. И у Линии Винни играет головой. Кикки быстро вперед на Линии Винни. А тут не быстро вперед на Винни. Не дают ему пока разогнаться. Динамовцы и правильно не дают. Линии Винни. Пожалуйста. Вынуждать ошибаться. Ну, да. Что делать? Играть аккуратно. Какой-то такой дерганный. Рваный начало первого тайма. Большая удача. Второго. Второго. Да. Большая удача, что Малышев так ловко воспользовался представившейся ему возможность. Вот Кабета в очередной раз не принял мяч. А Дуда не меняет его пока. Рахимов. Верит в своих игроков, тех, которые на площадке. И та и другая команда ошибается. И та и другая команда играют очень плотно в отборе сейчас. И Динамовцы, и Эльбоса. Кикки на Винни. Кикки. Кабета нет. На Линизио бас продавил он Рахимова. Ну, здоров, конечно, Бугай. Посмотрите. Рахимов, конечно, очень резкий парень. Но... Ну, не сдержать такую массу, да. Просто легче килограмм. Молодя Степанов подстраховал. Или Низио остается на позиции столба. Меняет тактику испанский тренер. Теперь он будет по полной программе использовать габариты своего лидера атаки удар Винния не точно. Не готов был к удару сейчас Винния. Мячик к нему отскочил. А вот приготовиться, подобраться под этот удар он уже не успевал. Ударил как попало, по сути дела. Вот шаг вил в последний момент, и мяч не лег на ногу. Ну, били по ногам. Опять же с Иванова. Кабета. Молодцы, Динамовцы. Не дали ударить. Ты знаешь, что Иванова уже в такой раз достается. Терпи. Он терпит. Он терпит. Вот в таких матчах и становится бойцами. А бойцы в таких матчах закаляются еще больше. Илья Жуниор. Потерял. Нет, Иванов. Ой, 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 ой. Не понял, Моярский. Не поверил он в то, что Иванов подстал эту передачу. Двигался вперед, но скорее рефлекторно. Кики бросает вперед на ленизию. Того держит Рахимов. Мужественно продолжает эту махину. Не пущать. Илья Жуниор. Иванов. Моевский. Илья Жуниор страхует. Все нормально. Рахимов. И Пеле последний. Сейчас, но Рахимов тут же ему помогает. Моевский отдать вперед некому. Еще раз. Ну, подержать мяч в принципе тоже вариант. Да, ходят Динамовцы назад. Немножко назад, если это можно назвать так. В середине площадки. В руки. Вернутся, вернутся. Втроем атакуют. Испансы. Хорошо, что Ленизию тоже не лишен. Цумбура. Подустал, по-моему, Ленизию немножко. Дай бог, чтобы я был прав, потому что эта передача, ему лень уже было Ленизию бежать вперед. И готовятся к выходу на площадку Альвара. Не знаю, кого он меняет. Моевский. Вернет на Серило. Это наш столб. Хоть и редко он столбует. Динамовцы. Молодец, Моевский. Молодец. Костя, бей, бей, Костя, у тебя же удар. Ну зачем? Ну, гол! Костя, какой красавец, Моевский. Я не прав и очень не прав. Какой же умница Константин Моевский. Серило все сделал, конечно, здорово. Паузу, где же, как раз есть, так стоит. Но какую передачу умудрился отдать, а? Ай, какой молодец. Три-один. Вот тебе и на столб. Ленисию не пустили к воротам. Моевский. Моевский. Ну, вообще, так по старым правилам могли бы и блокировочкой посчитать, но подолгаясь, но это не нарушение правил. Уж очень не изменена трактовка. Вдвоем здесь зажали альвар. Извините меня, господин Моевский. Да, вот. И извините вы, зрители нашей трансляции. Напоминаю, что футбольный канал ТВ+. В прямом эфире показывает решающий матч полуфинального раунда Кубка УФА по мини-футболу. Динамо Москва, Эльбоса, Испания, Мурсия. Сергей Малышев выбирает мяч на трибуну. Идет пятый минут до второго тайма. Три-одинамо впереди. Вот он, этот момент. То Жуан выводил Сирилу на убойный удар, а теперь Моевский-то сделал. И Жуан в едином ударе Степанова. Упустили сейчас. Упустили. Правильно, Сирилу предъявляют претензии к Ларионову сейчас, на мой взгляд. Потому что передачу-то Винни не делал абсолютно свободным. Но Ларионов не страховал никого, находился как бы в отыгранной позиции. Кобета на Альмара. Но может быть я не прав. В любом случае, пронесло. 15 минут 38 секунд играть еще в этом матче. Ленизия. Взмылен уже, но ты знаешь, он доиграет. Вот он сможет. Не пустил Ларионов к воротам Винни. Пусти с пола. Пусти с нарушением. Пусти. Но не пустил. Иначе опять-таки Винни пусть продавляет. Это первый фон за тайм. Пока терпимо. Ларионов уже проигрывал позицию в этой ситуации. Тут уже либо фалить, либо пропускать. Очень опасный штрафной. Серил и Джон в стенке. Забавно это выглядит. Ой, повезло. Повезло. Хотя нет, не повезло. Нельзя сказать, что повезло. Передача, отправляемая Альвара, не дошла до него по причине того, что помешал Малышев. Сейчас Альвара снова с мячом. Все, утащил Малышев Альвара в сторону. И тот не потерял мяч, но атаку взорвал Сергей. Серил и Джоан, Маевский и Ларионов. Да, это оборонительное, конечно, сочетание. Кобета обвел удар. Махнулся. Да, легко Кобета, конечно, прошел у Джоана. Здесь Джоан извиняется. Да. Но скорость была у Кобета уже. Он поймал на противодвижение. Джоан. И Джоан подутомился. Серила. Нет, не смог обработать мяч. Тяжелая была позиция. Мячик прыгал. Серила все-таки чуть-чуть другого облоуа. Если бы Джоан отдавал самому себе, сейчас форма, конечно, я бы обработал. Ленизио против него Ларионов. Тут же Малышев страхует, помогает. Но правда Кобета один тогда в этом случае. Баска Ленизио. Удар он... Удар у него. Неудобно он отбросил под удар Винни. Наверное, тому было некомфортно носить этот удар. Джоан. Малышев тяжелый. Ситуация опять-таки в паре была передача. Но из Баска поджимают. Поддушивают рейсингом, безусловно. Мы видели такую концовку. Первого тайма. Это опасно. Надо хоть сколько-нибудь мяч держать. Просто для того, чтобы передохнуть. Чтобы сбросить это напряжение чуть-чуть. Ленизио. Браво! Это фол! Это фол! Это фол! Это не просто фол! Это фол! Это фол! Это фол! Это фол! Это фол! Фол! Это фол! Это фол! Очень плотно сейчас играл, по-моему, Фра против Иванула. Иванов мяч потерял. Передача на Павла Роберто. Как обрабатывает мяч, а? Да, конечно, двух выдающихся чернарей мы видим сегодня. Здорово! Ай-яй! Ну, теперь надо подержать. Да, абсолютно прав. Иванов, Маевский. Сейчас очень... Такой состав. Ну, Иванов! Ой, извините, Костя Маев не вел. Вот сейчас он ударил. Молодец, здорово, что он все-таки нанес это туда. Да! И дать им поверить в то, что Динамо ушло в глухую оборону. Видишь мячом. Передается на гипас Франу. Мяч Франу, а тот его отправляет мимо ворот. А Степанов все перекрыл. Да, да, да. Пытался под ним пробить, да, не у Фран. Динамовцы не успели, по-моему, мне кажется, среагировать на то, что ушел Ленизио, и нет вот этого столба жуткого, знаешь, Александрийского столба. Маевский опять хорош в обработке. Нет, не ошибается. Но Иванов очень плотно держит. Иванову не надо фалить. Понимаешь, вот испанцы сейчас должны начать играть иначе без Ленизио. Или нет? И они будут вот в том же пути. Еще, мне кажется, чуть-чуть позже все это будет, потому что все-таки еще 13 минут 36 секунд играть просто очень в содержательный матч. Альваров, Винни, Фран, Паула Роберто. Три игрока испанской сборной на площадке сейчас у Эль-Поса. Иванов! Да-да-да-да, чего-то надо было пас Рахимову отдать. По-моему. Может быть, я опять ошибаюсь. Тут уже, может быть, в повторе. Да, тут Иванов, мне кажется, сначала решил бить сам, а потом увидел Рахимова. И когда поменял решение, потерял мяч. Жоан. Он так доиграется недолго. Рахимов. Ой, как с ним играет Паула Роберто плотно. Ну, Фалит, Иванов, и, на мой взгляд, не нужно этого делать. Потому что Испанча мило подставляет. Ну, очень не хотелось Франа убрать и рвануть к воротам. Ну, и его переклестывает. И его меняет, как глянись у Спиннилдуда после нарушения. Вышел вместо него Алексей Кудлай. Паула Роберто не обыграл Пележу Невара. Заканчивает подающийся испанский игрок Паула Роберто свою карьеру в этом сезоне. Жаль, право слово. Пусть его международная карьера закончится этим матчем. А потом мы будем вместе с тобой его жалеть. Сюжет сделаем о нем. Нет проблем. Пошлем его в Испанию. Малышев успеет, успеет поставить корпус. Успеет. Молодец. Молодец. Ни на ногу! 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 Рокимов с мячом. Если отыгрывать Малышева, Малышев в тяжелом положении. Да, Кудлай. И ты, конечно, от права, не надо тут виздевать руки к небу. Малышев, Рокимов. Кудлай вышли, нет, не вышли из-под прессинга. Кудлай ошибся в передаче. Как же умело испанцы подставляются под эти вот эпизоды. Желтая карточка Рокимова предъявлена. И Рокимов тут же ухо этого меняет Марионов. И к этому тоже мы были готовы. А так как матч приближается к завершению, то давление нарастает со всех сторон. И с этой тоже. Но надо терпеть. А что еще? Так, штрафной удар к Кике. Что, прямой? Прямой. На рикошет рассчитывал. А мне кажется, это был пас на Джей. А то вполне возможно. Кике тонкий игрок. Банально звучит, но это так. Лорионов выбил мяч туда, на трибуну. Молодец. 11-57. 12 минут, по сути дела, еще играть. 3-1. Впереди Динамо. Ну, если кто и толкался, то толкался сейчас. Жоэль. Совершенно справедливо. Мяч у Динамоцев будет. Лорионов. Удлай. Рискованно. Очень рискованно. Не бьет Пелли-Жуниор Паула Роберто и атака испанцев. Пытались выйти из-под прессинга вот с усилиями Пелли-Жуниора, но Паула Роберто мастер. Опасный розыгрыш. Ну, это был прострел, скорее, да? Да, это был прострел, нежели удар. Ну, крепкий прессу. Ты Лежуниор, молодец. Малышев. Пока все, что мы видим в исполнении испанцев во втором тайме, это прессинг. С самого начала. Как они начали проигрывать с самого начала второго тайма, так они и прессингуют. Ну, что это? Я купил сейчас. Да, господа судьи, это уже позор. А давайте-ка покажем их кругу, если будет возможность. Эти постные лица. Нет, это уже конец эпизода. Ну, то ладно. Я же говорю, если будет возможность. Да. Хики. А вот это, видите ли, фолк. Фантастическое судейство. Потрясающе. Видите, эти людей пригласят на подъеду. И два крича для турнира. Ну, что ж, это было предсказано. Четвертый фолк, понимаете? Речь ведь не о том, что игра останавливается, и мяч переходит к испанцам. Конечно, о том, что после следующего нарушения они будут бить 10-ти метровый удар. Кошмар, это пьян. Ну, на сей раз, впрочем, несомненно, Иларионов там не сдержался. Да. Я напомню, может быть, для тех, кто не сначала, потом напомню, штрафной удар в мяча, конечно, кики. Ну, будет бить, наконец, я думаю. И это опять разыгрывает испанцам. Близый угловой. Паула Роберто, угловой, да. Жоэль идет к этому мячу. Опять они какое-то нечто заранее придуманное собираются разыгрывать. Пять фолов у Динамо за 11 минут до конца второго тайма. Упустили мяч испанцы, молодцы. Майевский. Или жуниор. Майевский появился, чтобы разбить прессинг. Это правильно. Просто придушили. Тяжелая какая передача Ларионова. Просто придушили испанцы, динамовцев. Тем более, что те лишены возможности хоть сколько-нибудь силовую борьбу вести. Хоть сколько-нибудь. Я напоминаю, что финалист Кубка УФА уже известен, и это не испанская команда. Вот чем объясняется. То, что мы видим в исполнении орбиты. Здорово, Майевский. Здорово! Нейс! 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 Все здорово! Все атаку прошли. Весь, всю площадку прошли. Динамовцы красивая атака. Мяч покинул пределы площадки. Тем временем, пока вы смотрели повтуры удара Ларионова. Главой. Шелок. Фантастика, фантастика, потрясайся. Это, 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 это делать стараюсь. Это вот уже, это уже нехорошо. Это уже не спортивно. До этой минуты мы смотрели красивый байк. Нет, поехали. У нас, безусловно, попал в руку, я согласен. Да, но назвать это игрой рукой в Дану, конечно, контекст еще укладывается, безусловно. Нормально, но это неправильно. Да, поразительно. Франц, будем пить. Нет, пики бьет. И гол, и гол 3-2. Поскачут, как некие прыгающие испанцы, и их радость. Можно понять, что он стал лучше. Для них уже они 2-3 проигрывают. А и всего-то им один нужен. Меча их устраивает. Да, ну что же, будем смотреть, чем это все кончится. Теряют мяч испанцы. Степанов будет вводить его в игру. 3-2, Динамо выигрывает. Жоанн с мячом. Ну, эти оскорбительные выражения, которые несутся с трибун Сирила. Гоу! Польша! 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 Польша, ой, я не знаю, как это полагается сейчас. Минуты Польша, потому что минуты Польша еще могли положить. А сейчас пержатик на дистанции. Это вот Динамо играет. А про Виталий. Торгачка от Баски. Жаричка от Челак. И вот с Катей ближе. 4-2! Светлана Маевски сработала в обратную сторону. Теперь уже Сирилов пасовал. А Маевски забивал. Сирилов! Да, это было очень 20, очень вовремя. Впрочем, я повторяюсь. Ну, конечно, Паула Роберто сейчас будет лежать на земле. Он опытный игрок. Он все понимает. Это уже из, скажем так, из того самого арсенала, про который все комментаторы говорят. Не буду повторяться. Паула Роберто вряд ли для несведущих, скажем так, тонкостях мастовской публики останется героем. Хотя выдающийся футболист. Спорный мяч, вот мне интересно, отгадут сейчас мяч испанцы Динамо. Но все-таки люди должны заботиться о репутации. Не отдать это, выиграть несколько секунд. Понимаешь? Но проиграть в глазах мирового мини-футбольного сообщества. Как негромко это звучит. Жоанн с мячом обыгрывает Майевский. Ах, Костя поймал кураж. Не отдавай, держи. Ну что же там, Костя. Кики на крана. Опасно. И какие-то бреши образовались в обороне Динамо. И по ним идут испанцы. Слава богу, в последнюю минуту ее перекрыл Серила. Пран на ваших экранах. Опытнейший игрок. Участник еще того самого финала чемпионата Европы 99-го года, где Россия выиграла по пенальти. Молодец, пиле-жуниор, на этот раз снимается с ноги. Увини, Шууса. В смысле, Винни. Ленизио. Нет, ударить не дадут. Да, сейчас еще более тяжко станет Динамо. По той причине, что вернулся Ленизио на площадку. И речь идет не о том, что увеличивается вот эта ударная мощь. О том, что он будет падать. Да. Он будет падать теперь, да. Судья за это давать фолы не будет, да. Да, безусловно. Только если сейчас будут уже оторвать ноги. Да, вот если Динамо, тогда будут фол, да. Да, причем, возможно, без желтой, да. Уже все понятно. Уже давайте с этим, если не смиримся, то примем как данность, потому что все ясно уже. Трактовка, та самая судейство, ясна. Динамо висит на шести фолах. Каждый следующий фол пробивается. И с этим еще жить 8 минут 43 секунды. Кики бросает вперед мяч Ленизио, а тот его принимает. Неудачный мяч в руках у Павла Степанова. Иванов. Да, конечно, ничего не было. Нет, здесь действительно ничего не было, в том-то и дело. Но народ-то уже заведен, я имею в виду публику. Да и я не могу сказать, что хладнокровно все это наблюдаю. Промахнулся Франк, пока он не попал ни разу толком. Так, вот Сирилла там что-то вписнуется на скамейке запасных. Это вот не надо. Жоан на Иванова. Не было, не было уже времени у Иванова. Вернее, не было длинной площадки. Венис с мячом на Кике. Ленизио и Франк. Это наимощнейший состав. Да, все лучшее, что есть, кроме Паула Роберто, который с травмой. Но, кстати, Паула Роберто и Ленизио вместе по определению не играют. Так что просто из двух вариантов остался один. И вот и играет сейчас бразильский тренер испанского клуба Дуда. И Вени. Ленизио перед воротами. Нет. Да, Малышев здесь подстраховал. Хорошо, что так отскочил мяч, да. Обвел Сергей Ленизио, обвел. И Франк. Ну, хоть это пол, да. И желтая карточка Франк. Отдыхай. Отдыхай. Я не знаю, как это происходит. Потом спросим. У Ольги Щедриной, которая блестяще владеет родным для Франа Наречием. Молодец, Сергей. Выжил из этого эпизода максимум. Звучит штампом, но это честная правда. Звучит штампом, который получил французский тренер Шерцбурс Питчерс, номер 8. Звучит штампом, который получил французский тренер Шерцбурс Питчерс 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 Питчерс. Звучит штампом, который получил французский тренер Шерцбурс Питчерс 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 Питчерс. Еще, к тому же, Венисиус играл. Это третий фолл у Эль-Поса. До окончания встречи 7 минут 31 секунда. Вот Ходлайн не совсем понял. Или, может быть, побоялся в край смещаться, оставляя кики одного. Динамо идет вперед. Не выпускает Эль-Поса из зоны. Рискованно. Но этот риск в данном конкретном эпизоде оправдался вдвоем. Не получилось отливать у испанцев. Я понимаю сейчас Юрия Руднева. Нельзя давать испанцам переходить позиционное нападение. Потому что будут фоллы, они будут падать бесконечно. Их нужно держать на дистанции. Как можно дальше отвести игру от своих ворот по возможности. Динамо не уступает скорости. Верит Юрию Рудневу в данном случае, что не будут проваливаться его футболисты. Хороший пас на Кудлая. Ай, не попал чуть-чуть совсем. Хорошо, Рошу подработал данную. Но это уже было слишком по-трюкачески. Хотя, если бы попал, то... Фолл со стороны Винни. Насколько я понимаю, да, это четвертый фолл. Но видишь, что я говорил, как громко подставляются под фоллы испанцы. Теперь это же сделал Сергей Иванов. Молодец. Он же с мячом. И его сбили, и его сбили. И это пятый фолл испанской команды. Вот теперь мы играем на равных. Ай, молодцы, динамовцы. Они даже в этой ситуации, может быть, отчасти с течением обстоятельств, но выправили положение. Да, ценой травм по ноге получил Малышев. По ноге получил Иванов. Но в таком матче сыграть и остаться без единого синяка нереально. Да, это матч за много очков. В данном случае матч не просто за три очка, а матч за выход в финал Кубка УИПА. Кубок УИПА – это же аналог Кубка Чемпионов, причем такой, я бы сказал, развернутый вариант, если иметь в виду несколько испанских команд. Участвующих. Жоан у мяча. Я вспоминаю гол, который с этой позиции Жоан забил в московской тени два года назад. А между тем, арбитр отправляет на смену Сергея Иванова, который, ну, травмирован. Он получил все потом же в злополучной левой ноге. Травмированный не так давно. И Жоан сделал то же самое, помнишь, что он сделал тогда? Да, помнил. Сирилло. Нет, чуть-чуть не ушел. Нет! Сирилло не надо было. Очень опасно играл. Хорошо, что судьи не дал. Ты знаешь, плечо в плечо, на глазах у судьи. Винни на Кабету. Набрасывает на Ленизио. Не дал там ударить Жоан. Молодец! Бележонер вперед! Пас на Сирилло не удачит, наверное. Но к спичоке на локце. Удар! Молодец! Сирилло доиграл эпизод до конца. Можно было отдать Жоану налево. Наверное. Но Сирилло формат, он нацеливал на вороты в этой ситуации. Чуть-чуть посильнее попас, да? И он добил сходу. Но это все в прошлом, в настоящем, за 6 минут 17 секунд до конца. Динамо с мячом. Динамо! Годлай ищет адреса для передачи. Находит Жоан. Жоан правильно. Верховой пас Сирилло. Надо просто хотя бы подержать мяч. Ох, здорово сыграл Ленизио. Ничего не скажешь. Чисто отобрал. Это Винни, прошу прощения. Они очень похожи друг на друга. Да-да-да, и я путал. Ленизио нет сейчас на площадке. Его убрал туда с поля. Винни и Атака от Пита. Вместе с Виннишусом Кике. Насколько я могу видеть, Альвара и Габета. Вот Балу появляется вместо Кике. Но Кике сначала тайм отработал. 15 минут он не покидал площадку фактически. И ему надо отдыхать. Винни. Нет, Кузлай атака не пробьет он. Надеюсь. И верю. Без Франа, без Паула Роберто, без Кики. И без Ленизио. Вот Ленизио появляется. Игра Эльпоса потеряла конструктивность. Поэтому-то бразилец снова в поле. И сразу опасно. И сразу опасно. Ой, какая потеря. Удара Никола. Да, Жоат виноват, конечно. Он не хватается за голову. И у Испанцев была ошибка, которой в первом тайме воспользовался Иванов. Большой матч. Матч ошибок. Чаще всего. Чаще всего. 4-3. Впереди Динамо. За 5 минут 7 секунд до окончания матча. Раким. Да, пробежали. Но мяч-то задел Испанцев, конечно. А иначе бы не пробежали. Он по уходящей от них так скользнул. В дуге. Держали сейчас, между прочим, Ракимова, рванувшегося к мячу. 6 баллов у Динамо, 5 у испанской команды. Любое следующее нарушение 10-метровый в какую-либо сторону. Маярский. Рахимов, Малышев, Маевский. Вперед на Серила. Подставляет ногу Ленизио. Мяч уходит за боковую линию. 4-40 осталось играть. Еще будут замены вратаря. Что происходит? Степанов просто выбил мяч. Да, да, совершенно верно. Кабета. На Ленизио против него. Маевский. Болит. Не успел убрать руки Константин Маевский. Да. И вышел Кикер. Перекрестился. Вы этого не видите, пока идет Паптор. Разумеется, воззвал Господу о том, чтобы не послал тот ему удачу. Один двенадцать десятиметровый он уже реализовал сегодня. Сирилла подначивает слегка киги. Ну, отчасти правильный. Все, он уже разут. Врач у его ног. Пока братарь поза Хуанхо бросает мяч вперед и отбирает его Малышев. Сережа пеет на пенальти, это пенальти, это пенальти. Да, это пенальти. Ну, хотя бы, нет, это не пенальти, десятиметровый, потому что судья находится за пределами штрафной. А, нет, Сирилла ставит мяч на точку, да. А куда его еще ставить, когда Сережа уже на метр, а то и полтора в штрафную вошел. Да, прошу прощения. Кабета желтая. По счастью, для него это первая, да. Посмотри, Сергей уже вошел в зону. Да, ну. Это не пенальти, то что пенальти, да. Ну, я, конечно, погорячился касательно метра, полметра, но он был в штрафной. Желтую? Не знаю. Желтую еще Альвара, да. За разговоры. Красная! Красная! Это красная вручает, предъявляется Кабетя. Так донорился. А судья-то португалец. И все... Он все понимает прекрасно, да. А Жоан будет пить с точки, где нарушение. Значит, это все-таки не пенальти. Значит, все-таки судья счел, что нарушение произошло за пределами штрафной. В этом случае 10-метровый может быть заменен ударом непосредственно оттуда, где нарушение. И было зафиксировано арбитром. Но в данном случае только углом, направлением удара отличается этот тот от 6-метрового. И при этом Эль-Поса 2 минуты будет играть втроем. Я надеюсь, не будет. Потому что Жоан... Это ключом спорта! Илья нажимает! Берег! Берег! Как он это сделал, а? Да, разумеется, в полном составе будет играть Эль-Коса, как сейчас его как-то снега, как аккуратно. Вся команда, вся команда скрутилась сейчас вокруг Круднева. Все, кто даже и не выходил на площадку, если они ничего не выйдет, например, тот же Павел Кондер. Женя делал маечку, вратаря Конялы. Ну, понятно, минус 2. Надо отыгрывать минус 2 Эль-Поса, поэтому уже за 4 минуты меняется вратаря. Ну, разумеется, хей в атаку, белый-голубой, звучит здесь, в дружбе. Да, я так не видел таких матчей в Москве. Да, таких матчей в Москве не было 4 года. Но только не ложатся. Верить, но не уповать. 5-3 и 4 минуты 11 секунд. Выходит защитное сочетание у Динамо, только единственное, в отличие от матча с Шахтером, здесь есть Маевский. Тогда его роль выполнял Рахимов, у которого желтое, и которого не выпускает, естественно, ротник. Итак, Мини Альваро, Ленизио, Нике. И не появлявшийся еще в этой игре река на 14-й момент. Джонни, просто последняя безумная надежда хоть что-то, хоть как-то изменить, пусть даже выпуская свежую. Угловой игрока. Кике. Альваро. Ленизио не дать, пить, не дать. Спинутый в Альваро. Фантастика. Это не хоккей за петлю. Мипо в Альваро, я в штангу ногой. Да, и Тимаро по-другому и спинь. Но успевал, похоже. Вот судя по этому повтору, спасибо нашему режиссеру Евгению Гришину, успевал бы Степанов на этот удар Сергей Майярский. Но аккуратнее же, правильно, здорово, 3.37 до конца игры. Да, сейчас наша концовка матча пойдет именно вот таким образом. Динамо будет отбиваться, ну и будем надеяться, что будет попадать в пустые. Альваро. Снова он с мячом на Вине. Кике. Ленизио в центре. Смотри, Ленизио в сущности никто специально не держит. Зонно играет Динамо, все правильно. На правой штанге сейчас свободен. Альваро с мячом. Под удар, но не будут. Вот этот был, пожалуй, единственный пас из всех совершенных испанцами опасным. Но Ленизио на него нет реагировал. Устал. Практически весь матч почти без замен. Малышев. Правильно это сделал, но что делать? Здесь, причем он не выбивал, он пасовал на кудлая. Просто тоже не получилось. И, ну, 37-я минута игры завершается. Да, мяч должен быть из-за ута введен. А может, бил Сергей Фоу пустым воротом? Сейчас это не важно. Снова перейдут вперед испанцы. Винни, разумеется, последний. Альваро справа, Кике слева. И не пошел на эту передачу Ленизио. Второй раз не понял пас своих партнеров Ленизио. Константин Еременко на ваших экранах. Невышенство понятно. Сергей. Тащит, тащит, тащит мяч. Молодец. Но потерял, да. Но потерял на чужой половине поля. Дуда как-то тоже подустал уже жестикулировать. И его нагрузка колоссальна. Кике, Винни. Отсюда можно ударить. Но не стал, пасует. Хотят вывести... Угловой. Молодец, Ларионов. Нет, Трахимов появился. Круто, Ларионов. А вот Малыша у меняет пили-жуниор. На передней линии. Альваро. Нет, не будут пить издали испанцы. Не будут. Будут пытаться разыграть. Нима ворот. Влижний угол. Попытался обмануть. Пили-жуниор. Ну, поддержит мяч немножко. Какое-то время. Худлайк. Молодец. Еще несколько секунд выиграно. 2.23. Остается до конца этой встречи. Как бы она не закончилась. Ой, как опасно играл Шестепанов. Молодец, Кудлайк. Да, однако. Ну, да. Ну, а представь, рванись сейчас, Винни, вперед, да? Да. Всякое бывает. Нет, 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 нет. Не дали толком ударить Жоэль, простите, не Рикардер. Да, это Жоэль. Хорошая передача. Но ее перехватил Винни и в большинстве как-то атакуют. Испанцы или Ничи снова ошибаются. Спасибо ему за это. Снова он принял неверное решение. Устал, бразильец? Устал. Он шел на пол, я думаю, ты знаешь. Зачем? Потому что было идти на ворота. Можно было. Да, но вы понимали, этот мяч будет неизбежно проведен. Минута 44 до конца игры. 5-4. Впереди Динамо. И тайм-аут берет Юрия Руднева. И таки довели, пусть и с помощью рикошетов они и делают до удара верного по пустым воротам. Это вот культура испанского мини-футбола. Итак, я напоминаю, что футбольный канал ТВ плюс ведет прямую трансляцию этого важнейшего матча, по итогам которого определяется второй финалист Кубка Уэфа. Первый известен бельгийский клуб Шарли Руа. И первый матч финальной пары встреч пройдет 23 апреля именно в Бельгии. Кто приедет на эту игру к бельгийской команде? Динамо в случае победы. Илья Кельпозер в случае победы. И ничьей. 5-5, 6-6, Италия. Варианты устраивают. Устраивают испанскую команду. У них лучше разница забитых и пропущенных мячей. До крови бьются игроки. Степанову оказывают помощь. Сейчас небольшая пауза. Сейчас он, конечно же, вернется на площадку. Но не хотел, разумеется, его травмировать. Он о штаху ударился. Альвар, да, посмотрите, как неудачно. В острый край пришел самым темечком. Павел, неужели придется менять его на Олега Юрченко? Но да, судья требует принять некое решение. Да, 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 да. Вот на Робе Крутнева вы этого сейчас не видите. И, к счастью, для нашей команды имеет право терапись. Как могут, сдерживают вот эту ситуацию тренеры Динамо. Конечно, не хочется им сделать замену вратаря в такой ответственный момент. Фантастически драматичный матч. Ну что, как бы ни последовали санкции, потому что сегодняшнее судейство, честно говоря, выглядит очень странно. Сначала арбитр давал фолл Динамовцам за любое нарушение, потом вдруг неожиданно обратил ситуацию в обратную сторону. Смотрите, да? Посмотрите на это. Мы в своих репортажах, сюжетах, программах часто используем военные аналогии битого, побоища, сражения. Но ей боку есть раненые. В прямом смысле этого слова. Франки не стоят за натертый вариант. Банен выдержит все, что угодно. Но ему могут элементарно не разрешить выйти на площадку. Вот если кровь не будет остановлен. И спасцы разводят рука. А все так, очевидно, нарушение права. И бои в отбанах не смешат. Банен Степанов. Банен Степанов возвращается на площадку. Фантастико. Минута 44 для окончания встречи. 5-4. Динамовец везет на триггер. Динамовец начинает с антрополя, поскольку минуты три назад по астрономическим часам, а мгновение назад по времени встречи пропустил игол. На площадке у Майорский, Малышев, Худлай и Марионов у Динамо. И все то же сочетание, принесшее удачу. Виги, Микки, Альбара, Шоэль и Ленизья у Эль-Поза. Казалось бы, ситуация уже утрясена. Уже вышел, как черт, с завинтованной головой на площадку Степанов. Но какие-то вопросы еще решают. Юца хотел сказать, я решались. Ларионов выбивает вперед. Да, ничего не остается. Винни с мячом. А что за странная форма сейчас? Да, это, между прочим, нарушение экипировки. Да. Это повод для свободного удара. С того места, где будет обнаружен игрок. Что происходит? Красуйте глаза, господа арбитра. Кикки с мячом. Перехватывает этот мяч как Майорский. Держит его, держит. Держи, Костя. Выбил. Молодец. Ну, сколько? Ну, секунды четыре. Он так спас. И дохлев. Минута двадцать одна до конца. Винни играет с нарушением форм. Он надел поверх вот этой футболки. Ну, видимо, с этим придется сбериться. Браво, Степанов! Ой! Божественно это сыграло. Да, молодец, Степанов. Вот так вот он и выглядит. Не палить ни в коем случае. Альваро рвет с их воротом. Молодец, Готлайн. Минута 0,5. Минута 0,5. Один-один у Дальги Штанги Жейн. Вот его уже пере... От направления передачи к нему перекрыл Майорский. Минута 0,2. Вот таких отрезков по три по пять секунд сейчас... Будет очень много, да. Ну, собственно, сколько их вместится в эту минуту. Минута 0,5. Кике. Пасует на альваро. Ленизио сплавно накрасывает. Минута 0,5. Кике тут промахнулся. Не всякий же раз попадать в торбород. Хотя тут и... К сожалению, не сказать о происшедшем. 52 секунды. Ленисья На Шуэля Не обвел он Нет, нет, нет Это хорошо Пеля Жуниор Бей Ай-яй-яй Китый сейчас ликву Атаку Динамо 36 секунд Мы оба смотрим на время Это понятно Кикет здорово собирал в этом эпизоде Он был совершенно опасен Пере Жуниор Держи, держи мяч, Сергей И мяч наш И мяч наш показывает судья 27 секунд Жуниор все-таки пытался Выдрать у Сергея Малышева Поэтому и касался Ничего не было Не надо И в обратную сторону пол давать Как играет Жуниор Пеля Жуниор сейчас здорово 18 секунд Альвара Переклачет Слева пик Ему будет пас Нет Мимо 8 секунд до конца матча Бросает вперед Из последних сил Не поймал Пять секунд Четыре Три Пау Относится на контор Встрече Динамо 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 Минифутбол настолько заглавляет Первый раз в финал чемпионата мира в Гватемале Второй финал чемпионата России Динамо Торийский Никель выигранная Динамо 8-7 И вот сейчас Московский клуб Завершает очень важный На мой взгляд Бессмачный временный Жизнь Необходимый Шаг Вверх Слушаем Услава На пути Московская Динамо Выходит в финал Куб КПФ Я поздравляю Юрия Руднева Руднев обыграл Испанцев Как он знал Эта встреча Вот теперь я могу сказать О том Что Юрий Николаевич Руднев Я об этом уже говорил Да Что просто Буквально У человека Что называется С клыком Земля отражала Да Скума текла Как у Хисника Герой Павел Степанов Который вышел Не просто вышел На этот матч Но еще и спас В эпизоде После того Как была Смотрите Что происходит Служба безопасности Там Испанцы предъявляют Претей за арбитром Испанцы Предъявляют Претей за арбитром Я не совсем понимаю Если 7-6 Счет по фолам А было 6-3 В пользу Испанцев Браво Динамо Не привыкли Проигрывать Птенцы Гнезда Хавьера Лосат Не привыкли Мы рады были видеть вас Гостями Российской столицы Друзья Приезжайте еще В следующем году В этом уже не надо Нет На самом деле Приезжайте еще Потому что Вот в таких матчах Как сказал Один мой Знакомый Человек Любящий экстремальный спорт Мальчики Отделяются от мужчин Вот так Собственно И произошло Сегодня Это выдающаяся победа Динамо Просто потому Что это Знаковая победа Это во многом Рождение Действительно Новой Очень и очень Серьезной силы В клубном Минифутболе Ну и сейчас Затягиваются Такие матчи Как они выигрываются На чем Ну я думаю Что Характер Характер В первую очередь Сплоченность команды Дисциплина И безусловно Чувство лидера Чувство победителя Мы сегодня В этом превзошли Соперника Соперника Очень сильного Одной из лучших Команд Европы Я считаю Что ребята Сегодня заслуженно Выиграли Что касается Деталей матча Как по вашему В чем заключалась В чем причина Того Что в начале Второго тайма Забив мяч Команда Сразу же Достаточно быстро Набрала пять полов То есть Поставила себя Очень тяжелое положение Что случилось С командой С командой Ничего не случилось Трактовка судей В Европе У нас Немножко разная Поэтому Как бы Ребята Соткнулись с тем Что судьи Позволяют играть Мы стали играть Так как в Европе Разрешают И здесь судьи Раз и вдруг Перевернули Стали получать Мы фолы Мне пришлось Опять им сказать Что ребят Но уже поздно было Понимаете Это очень тяжело Футболистам играть Либо так Либо так И в концовке Конечно испанцы Тоже претензии Стали предъявлять Что им вроде бы Не давали Не давали А тут стали давать Такие же фолы Как нам давали И даже еще хуже Поэтому я Вот я как бы Ответил на этот вопрос Но Было очень сложно В этом плане Сыграть еще И против соперника И против тех ситуаций В которой ребята оказались Вы еще не успели подумать О том Каким будет матч С Аксио-21 Шарлерова Да не Ну что вы Куда думать Надо ребят поздравить Ребята молодцы Герои Я хочу сказать Что и спасибо болельщикам Вот Они поддержали В трудный момент Команду Тем кто пришел Поболеть Я думаю Что ребята Заслужили их Уважение Несомненно Спасибо вам За шикарную игру Спасибо вам Благодарю Ольгу Щедрину Ну и Сейчас Буквально Через несколько секунд Роман Чаурели Будет беседовать С Аркадием Белым И Тимуром Первым По тем временем Появился на площадке Травмированный Пауло Роберто Знаете Как говорят В Вьетнам С забинтованной Ногой Со льдом То есть Там действительно Все плохо Итак Слово Роман Чаурели Ну что же И Наше Итоговое Включение С Аркадием Белым И Тимуром Олегберовым Ну Друзья В общем Памятный Такой момент Действительно Вот Для вас Вы уже Это переживали Сейчас Динамо Находится В такой же Ситуации Вот Все ли удалось В сегодняшнем матче Потому что Действительно Получился триллер Такой Фантастический Настоящий Триллер Достойный Финала Я уверен Что удалось Абсолютно все Я вообще Слушай Касается Динамо Удалось Сломать Игру Эльпоса Я уверен Что Эльпоса Сыграла Ниже своих Возможностей Я в этом Уверен Сыграла Но именно так Только потому Что Наши Смогли Навязать им Свой футбол Не дать раскрыться Именно Испанским игрокам Показать им Все свое мастерство Что же касается Этого момента Действительно Динамо Во многом Сработало На характере И это Очень большой Показатель Такие матчи Выигрываются Исключительно Вот таким образом По-другому Не может Легко Не будет Никогда С испанцами И никогда Легко Не будет Выигрывать Кубки Они еще Его не выиграли И конечно Еще впереди Финал Но То что Смогли Эту лучшую Испанскую команду Которая Сегодня уверенно Лидирует В первенстве Испании Они смогли Ее переиграть Я уверен Именно переиграть Это Большой показатель Показатель Того уровня Который Сегодня имеет Динамо Который Имеет Российский Минифутбол Мне трудно Что-то добавить Но мне хочется Все-таки сказать Что Динамо Они сегодня Молодцы Они сумели Совместить Их Красивую Хорошую Игру Порадовали Зрители И так же И добились Результаты Того Который От них Был Нужен Я думаю Что Можно От всей души Их поздравить И вообще И нас Российский Минифутбол И Динамо С тем Что им удалось Такого Очень сложного Соперника Пройти И выйти в финал Аркадий Тимур Вопрос Конечно же Который Напрашивается По итогам Особенно Второго Тайма Это вопрос Судейства Было Много Неоднозначных Мометов И вот Португалии С Хорватом Которые Судили Этот матч Они Вызывали Много Негативной Реакции Со стороны Трибун И иногда В общем Небезосновательно Потому что Вот что Творилось Тем более Это судейство Оно шло Как-то волнообразно То есть Сначала Вроде были Моменты Не в пользу Динамо Потом Наоборот Потом уже Испанцы Занервничали И здесь К судям Претензий Никаких не было Но вот этот Отрезок Когда Неоднозначен С чем Он был связан Ну Возможно Есть Были какие-то Во всяком случае Определенные проблемы С тем что Конечно Ни одной команды Испанской В финале Это Ну Определенная проблема Не секрет Что испанцы Фавориты Европейского футзала И конечно Им достаточно обидно Я думаю Что Во многом Судьи Испытывают Все-таки Перед ними Определенный Пиетет С этим Возможно Было и связано Вот этот Отрезок Но Я могу сказать Что в целом Арбитрам Очень сложно Было вообще Сегодня судить Это матчи Высочайшего напряжения Поэтому И в ту и в другую сторону Я думаю Что в целом Мне кажется Судейство Можно признать Нормальным Ну может быть С некоторым Налетом Таким вот Куска Когда по 5 фалов Уже было И все-таки Били испанцы 20 метров Ну я думаю Действительно Игра была Настолько напряженной Что любое решение Судьи Наверное Будет восприниматься Той или другой командой Наверное Штыки Поэтому В целом Действительно Можно сказать Что Наверное Отсудили нормально И Ошибались И однозначно Ошибались Но ошибались Как мне кажется И в ту и в другую сторону Явно Какого-то предпочтения Ни одной команде По-моему Они не отдавали Действительно Были ошибки Но Я как еще раз повторюсь Наверное И туда и сюда Спасибо вам большое Аркадий Белый Тимур Олегберов Я вас От всей души Поздравляю С этим успехом Российского минифутбола Как это не пафосно звучит Но так оно и есть На самом деле Еще раз Поздравляю Московской Динамо С выходом В финал Кубка Уэфа И Заключительное слово Денису Косову Александру Кузьмаку Спасибо большое Ромас Огромное спасибо Аркадию Белому И Тимуру Олегберову Людям Которые знают Что такое Вот эти победы И смотрим Как сегодня Развивались события Самые второго тайма Сергей Малышев Забивает мяч В самом начале На 34 секунде Второго тайма Еще становится 2-1 В пользу Динамо После первого тайма Было 1-1 Ну а затем Через Очень небольшой отрезок Вот после того Как был целый ряд Опасных моментов Константин Маевский Отдает изумительную Передачу на Серила И Серила Разобрался в ситуации Опять-таки По-грасмейстерски Он таких мячей Уже три забил На этом турнире Пустые ворота И все три забил После остановки Мяча так красиво Черпнув его Вот В ворота Ну а у испанцев Голы может быть Были менее красивые Но тем не менее Тоже результат В общем Серьезного давления А так На счет после этого Стал 3-2 Вы видели Был момент еще У Маевского Когда он мог забивать И несколько моментов Этих было И был момент Большой драмы После того как Динамовцы Стремительным образом Получили Шестой фол Что выглядел Полным судейским Произволом Но в течение Всего этого Второго тайма Динамовцам Удавалось держать Испанцев на дистанции 1-2 мяча Не 0-1 Потому что 0 устраивал Испанцев И вот этот четвертый мяч Был забит Очень своевременно Да Испанцы психовали Что и говорить Они отыгрывались Весь матч И так и не отыгрались Не мудрено Что дело кончилось Красной карточкой А желтых было Несколько штук Это все моменты При счете Уже 5-3 В пользу Динамо Нет Прошу прощения Вот здесь вот Это какой у нас получается 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 4-3 Опять возникла надежда У Испанцев Тут был ключевой момент игры Потому что при счете 4-3 Испанцы били пенальти Двойной пенальти И Павел Степанов Дотянулся ногой С тем чтобы отвести мяч В штангу А вот в случае Этого нарушения Уже ничто не помешало Жоанну провести Это было забивать Еще два мяча Но Степанов играл Просто божественно Дважды он вырезался в ворота Один раз ногой Чуть сдвинув их Но не повредив Себя А второй раз Увы Дело кончилось печально Это уже Это было вот как раз В тот момент Когда Альвара провел Четвертый гол Паша врезался головой В острый край штанги Несколько минут Бинтовали голову Останавливали кровь Остановили Таки Павел вышел на площадку И доиграл этот матч Динамовцы Победили 5-4 Вот я не хотел бы Употреблять слова Переиграли Каким-то образом Перехитрили Нет Это была победа И вот с этой победой Я И мои Товарищи и коллеги Ольга Щедрина Ромаш Чаурель Александр Кузмак Наши друзья Аркадий Белый Тимур Олегберов Вся бригада нашей трансляции В главе с Евгением Гришиным Мы вас поздравляем И прощаемся До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова